В столичном театре «Современник» премьера совсем не по сезону. Осеннюю сонату по киносценарию Ингмана Бергмана поставила молодой режиссер Екатерина Половцева. В главной роли Марина Неелова и уже одно это означает, что спектакль ждет зрительский успех. Наш корреспондент Наталья Ермак о новой постановке. Весеннее настроение надо оставить здесь, по эту сторону. Спектакль с осенними прелыми листьями, с дымком, с мокрыми подолами платьев от сырой травы, со всей этой осенней прелестной атрибутикой. Безусловно, этот спектакль ставился на Марину Неелову. Аплодисменты раздаются сразу же, как только она появляется на сцене. Иду по Банхамштансу. Это на себя иду. О, Боже мой! Витрине все потрясающе. Я зашла, купила, дивно сидела и... Хороший, красивый. Ну, хорошее. Бесподобно просто. Я восхищена. Для меня это был счастливый период. В таком творческом поиске, в тандеме, в абсолютном каком-то понимании того, что она делает и что нужно, и честность по отношению к работе, бесстрашие. Ингмар Бергман начал писать эту историю в 1976 году. В 1978-м фильм «Осенняя соната» вышел на экраны. Роль матери исполняла Ингрид Бергман, тогда уже смертельно больная. Роль дочери Лив Ульман. Марина Ниелова и Алена Бабенко, конечно, пересмотрели фильм в процессе работы над спектаклем. Самая была большая трагедия. Я, в общем, никогда не пугалась смотреть какие-то сделанные уже работы другими актерами, какие-то фильмы, спектакли. А в этот раз я также нахально включила, в общем, диск и стала пялиться в телевизор. И в результате я его смотрела несколько раз, раза три, и он просто мне мешал. Так, я уже обожаемый мной Лив Ульман, и вообще все в этом фильме, ну, много что там. Что-то мне нравится, что-то нет, но неважно. Но он действительно просто поглотил меня настолько, что я до сих пор не могу отклеиться от образа Лив Ульмана. Камерная история, когда все происходит внутри одной семьи. Постепенно раскручиваются причинно-следственные связи. Кто в чем, перед кем виноват. О, какое страшное сплетение любви и ненависти. Зла и добра, хаоса и созидания. Очень личная история для самого Ингмара Бергмана. Очень личная, пожалуй, для каждого, у кого есть близкие. Бергман писал не о ненависти, а о любви. О стремлении любить. О любви, которая единственная дает шанс выжить. И в эпилоге, написанном Бергманом и не вошедшем в спектакль, дочь говорит о любви к своей матери и повторяет, как и заклинание. Я не верю, что уже слишком поздно. Не должно быть слишком поздно. Конечно, он всегда тянется, этот шлейф, после спектакля. И, конечно, он тянется гораздо дольше, чем, может быть, этого хотелось. Потому что ты после любого спектакля, ты, естественно, что не можешь, там, я не знаю, до двух, до трех часов ночи, ты не можешь прийти в себя и так быстро перескочить из той жизни. Наверное, это очень полезный шлейф и очень полезное осеннее настроение. Пусть даже накануне весны. Наталья Ильмак, Александр Шилова, ТВ-центр.